в нем было все нужно для того чтобы сделаться бичом своей семьи он родился здоровым родился богатым и в течение всей своей долгой жизни оставаясь богатым и здоровым не совершил ни одного проступка не впал ни в одну ошибку не обмолвился и не промахнулся ни разу он был безукоризненно честен и гордый сознанием своей честности давил ей всех родных друзей знакомых честность была его капиталом и он брал с него ростовщичьи проценты честность давала ему право быть безжалостным и не делать ни указного добра и он был безжалостным и не делал добра потому что добро по указу не добро он никогда не заботился ни о ком кроме собственность столь примерной особы и искренне возмущался если и другие также старательно не заботились о ней и в то же время он не считал себя эгоистом и пуще всего порицал и преследовал эгоистов и эгоизм еще бы чужой эгоизм мешал ему собственному не ведая за собой ни малейшей слабости он не понимал не допускал ничьей слабости он вообще никого и ничего не понимал ибо был весь со всех сторон снизу и сверху сзади и спереди окружен самим собою он даже не понимал что значит прощать самому себе прощать ему не приходилось с какой стати стал бы он прощать другим перед судом собственной совести перед лицом собственного бога он это чудо этот изверг добродетели возводил очи горе и твердым и ясным голосом произносил да я достойный и нравственный человек он повторит эти слова на смертном ложе и ничего не дрогнет даже и тогда в его каменном сердце в этом сердце без пятнышка и без трещины о безобразие самодовольной непреклонной дешево доставшийся добродетели ты едва ли не противней откровенного безобразия порока а